так ну что погнали значит я думаю что те кто те кто подключается если что смогут посмотреть записи потому что тема такая деликатная в общем не хочется затягивать все вы стали свидетелями тех атак направлены на северную столицу малайве на наш город бельцы значит атаки были разные значит в течение последних двух лет значит центральной власти любыми путями делали все для того чтобы заблокировать реальную работу бельской мэрии значит все те инициативы которые были вернуть награбленное расторгнуть договора концессии на канализацию которая такая же мафия как и мусорная получила полубандитским путем в аренду там получили в концессию на 49 лет значит мусорная мафия пересмотр аренды земельные участки которые раздали перед выборами потому что понимали что я приду и все закончится то же самое время невозможность того чтобы законодательным путем сносить уже все существующие незаконные стройки в парке андреешь и так далее вы все это знаете об этом как бы повторяться не буду значит по результатам аудитов на муниципальных предприятиях были отправлены материалы в центр по борьбе с коррупцией в генеральную прокуратуру ребята абсолютно все умерло либо ради приличия где-то возбудили дело держит их на полке как по мусорщикам как эту канализационную мафию арестовали за уклонение от уплаты налогов там отмывание денег всех сразу же освободили и так далее вы все это видели поэтому несмотря на это мы добились очень хороших показателей в Бельцах за что я благодарю всю команду и в этом заслуга есть абсолютно всех наших советников которые есть муниципальных советов наших активистов которые пахали начальники управления муниципальные предприятия вице-примары да вице-примары потому что и лилия николаевна сава и леонид иванович бобей игорь шеремет они очень четко и качество выполняли свою работу значит в связи с тем что в период моего отсутствия вся нагрузка основная легла на шеремет значит шеремет стал мишенью номер один бельской мэрии потому что убрав с пути шеремета у них как они считают открывается прямая дорога к выборам досрочным который кто-то им сказал что они выигрывают потом они от этой идеи отказались потому что понимают что на выборах они эти пролетят значит буквально несколько месяцев назад тем не менее было принято решение в нем участвуют представители партии социалистов бельцев демократы они обсуждают единого кандидата на выбор от них значит демократы даже думали о том чтобы выдвинуть шеремета потом совместно с социалистами в общем для начала нужно было сделать так чтобы игорь ушел значит вы прекрасно знаете на практике других примаров стране что нарисовать уголовное дело тому кто реально работает работает с документами в том числе и так далее это в молдове не проблема тем более что в молдове не проблема возбудить уголовное дело против того даже кто не работает тому кто работает постоянно работает с документами это тем более не проблема они начали рассказывать там шеремету про уголовные дела про незаконные якобы им там принято решение не только ему, сегодня возбуждены уголовные дела практически против всех руководителей Бельской мэрии значит, Леонид Иванович Баби заместитель мой, отвечаясь за финансы значит, это один из самых порядочных людей, которых я встречал в жизни понимаете, человеку 70 лет значит, и то там что-то они наколпошили Махов подонок, по-другому его не назову как человек, который был красным розовым и сейчас решил стать там голубым значит, Махов, став руководителем Демпартии, получив весь админресурс потому что есть ресурс которым его наделили демократы это полиция, прокуратура и все остальное, что у них есть значит, плюс, имея поддержку с Кишинева значит, устроил пропаганду значит, пропаганда это я думаю, что не совсем правильно выразился он устроил не пропаганду он устроил он устроил просто скажем так организовал работы с намеком на расправу то есть он вызывает начальника в управлении примарею он вызывает всех к себе на беседы муниципальные предприятия и так далее и говорит, послушайте, скоро усатому конец вы будете уничтожены за ними работа эта ведется им давно он продолжал ее с его людьми выполнять ее и 30-го и 31-го декабря и вчера 1-го января они работали сегодня 2-го обхаживают советников потому что, как они считают идея с референдумом значит, портит портит их основной план потому что снимать они меня собирались по-другому а я вышел вот есть законный путь обратился к советникам нашей партии которых сегодня конституционное большинство они сделают все, чтобы у нас его не было значит, обратился к ним чтобы проголосовали за референдум по моей отставке это их ни в коем случае не устраивает они понимают, что на референдуме они пролетят поэтому они пошли дальше они начали они начали работать над тем чтобы загнать Шеремета в тупик да, у нас с Шереметом последнее время непростые отношения об этом что-то говорил я об этом что-то сегодня сказал он, что я там недоволен его управленческими способностями как раз работой Шеремета я доволен я был недоволен я это открыто высказал тем, что у Шеремета были какие-то секретные заигрывания какие-то секретные встречи с этими мусорщиками представителями центральных властей и так далее и то, что Шеремет это сделал именно сегодня это было понятно это было понятно за несколько дней до Нового года об этом говорили и демократы в Бельцах об этом говорил даже наш президент что сейчас усатывал сразу там с первого рабочего дня после Нового года там уже все готовы лишить нашу партию большинства в Монсовете и другие отставки значит, то, что они устроили кино с мусором значит, ушли несколько руководителей муниципальных предприятий которые работали до того, как я стал мэром города и, кстати, мы никаких расправ не устраивали те, кто хотели работать, они работают по сегодняшний день значит, пчела, который подсуетился как бы сейчас с утра до вечера объезжает других муниципальных руководителей муниципальных предприятий и просит подать в отставку значит, то, что ушел пчела пчела решил сыграть на опережение потому что за неделю ему стало известно что он уйдет за то, что были проблемы связанные с муниципальным предприятием которым возглавлял и качество ремонта дорог и другие моменты вот, и тот, как бы им нужен был Шеремет почему? потому что я сейчас официально под документом нахожусь в отпуске в отпуске там до 12 января значит, для того, чтобы назначить нового вице-примара вместо Шеремета должны быть две вещи первое, это должен уйти сам вице-примар Шеремет и два, я должен представить нового кандидата представить я его не могу так, как я не на работе и ситуация номер два что Игорь Шеремет на самом деле не уходит я знаю, как поступают люди которые хотят на самом деле уйти и приняли решение уволиться Игорь всем утра рано уже разметил в соцсетях видео, заявление о том, что он ну, то есть заявляет о своей отставке проблема в другом что сразу после этого Шеремет берет месяц за свой счет, отпуск и как бы говорит а я уволюсь потом, через месяц хотя он мог написать заявление как бы он сказал час назад что да, подпишу 15 минут назад он сказал, что не подпишет поэтому я ждал как бы этого разговора чтобы знать о чем говорит с вами в лайве и когда он говорит, подпишет то есть нужно было написать новое заявление что прошу меня уволить с 3 января, или завтрашнего дня завтра у нас заседание муниципального совета на этом муниципальном совете приняли бы отставку Шеремета отказались бы исполнять обязанности мэра два существующих вице-мэра Баби и Савва и тогда совет имеет право и тогда совет имеет право предложить свою кандидатуру которую мы сегодня с коллегами обсуждали на место Игоря Шеремета Шеремет, еще раз говорю он не уволился он сказал, что он не уволится ему надо подумать плюс может быть он еще плюс он еще может быть как бы говорит вернется но я понял ситуацию послушайте, Игорь так же делает как сделали вот эти руководители муниципальных предприятий как бы мы уходим, но мы не увольняемся Игорь, мы вместе пришли в эту мэрию ты очень четко справлялся с теми позициями, за которые ты отвечал Игорь Шеремет, очень хороший юрист специально в Бельсе я привез тогда с собой Чижова у которого нет в Бельсе кумовей, друзей, одноклассников собутыльников и так далее это я вам скажу, что сработало значит, то, что Игорь живой человек его там запугали как-то подтянули там и так далее и плюс я четко вижу что Игорь уходить не ходит поэтому вполне возможно что является правдой то, что распространяли демократы перед праздниками что мы еще Шеремета выдвинем на досрочные выборы в Бельсах кандидатов пойдет Игорь Шеремет к демократам, выдвинется он от них либо выдвинется независимым и его будут поддерживать демократы и социалисты но это время покажет просто он должен был сегодня честно сказать что да, я хочу уволиться но хочу уволиться через месяц прессе и всем я заявляю сегодня так, чтобы был дисбаланс перед завтрашним заседанием муниципального совета а уволяться он на самом деле будет через месяц если не передумать как бы коллегам сказал, что может передумать вот та ситуация вот это уже непорядочное движение поэтому Игорек, если ты решил уйти то надо уходить а делать так была у меня ситуация может быть не очень правильное сравнение никого, ни в коем случае не хочу оскорблять но это как была у меня ситуация в жизни как бы одна когда как бы ну женщина одна говорит девушка говорит слушай, ну я как бы приняла решение я ухожу вот приняла решение окей ну можно я еще оставлю половину вещей и буду почуть их иногда забирать и смотришь через неделю что-то количество вещей прибавляется они убывают поэтому вот эти вот комбинации ну как бы они не нужны неважно под давлением есть другие причины ты разочаровался во мне Игорь Ильич считаю, что я без повода тебя там обвинил в чем-то оскорбил в нашем разговоре перед праздником это твое право но вот эти вот путанические комбинации что я ухожу на уволе через месяц как бы нужно было об этом сегодня сказать людям либо написать заявление что уходишь с завтрашнего числа а так чтобы держать занятую эту должность месяц или они там придумают если они вместе там то они придумают еще кучу комбинаций значит демократы делают все для того чтобы завтра не состоялось заседание муниципального совета где будет принято решение по референдуму о моей отставке поступил значит советников ребят в прямом смысле обходят абсолютно каждого просят заболеть не прийти по другой причине уже не просят у них там делать заявление что усатый плохой это партия там русская мафия и так далее то есть просто просят не прийти значит у них не особо получилось почему говорю не особо потому что пару человек им там все таки страшно они как бы они они шатаются поэтому может быть все Молдавия особенно когда угрожает там расправами там найдут наркотики у жены и так далее может быть все но все равно из-за того что у них не получается как они думали что они там сразу нахрапом возьмут чуть ли не половину советников из нашей партии начнут их слушать значит они придумали другую схему что завтра провести у девяти десятерых советников обыски с утра а если человек должен присутствовать при обысках значит его не будет на заседании муниципального совета понимаете хотя могут продирать как бы до вечера допоздна пока муниципальный совет не пройдет вот и вся комбинация значит мне непонятно чего хотят добиться эти негодяи как бы понятно хотят показать на всю страну вот уходят люди вот ушли руководители муниципальных предприятий пчеле должно быть стыдно за то что жизнь для него сделал как минимум за то что там Маху сейчас сидит в ресторане с Гольбергом полтора часа назад пчела там по спикеру им докладывал кого он обошел из руководителей муниципальных предприятий какие результаты и так далее ну эта жизнь расставит все на свои места поэтому ребят ситуация очень нездоровая следующими они хотят и уже начали запугивать начальников управления примарии разных то есть они хотят бельца оставить без людей я имею ввиду без руководителей муниципальных предприятий без без начальников управления и так далее и так далее и хотят показать вот смотрите как массово люди уходят от усад но проблема в том что те руководители муниципальных предприятий так же как Игорь Ильич мы как бы уходим мы там не будем слушаться там по скайпу из Москвы мы не увольняемся мы все остаемся и будем пить кровь будем блокировать работу и так далее ну не рекомендую я Игорю поступать так же как они у нас значит время еще рабочее в Молдове значит у него есть возможность написать все таки переписать заявление и по честному по нормальному с высоко поднятой головой уйти как бы написать что просит его уволить с 3 числа а не блокировать через вот этот месяц за свой счет ему надо думать там и так далее значит ну то что со мной со мной не были согласны перед праздниками когда был жесткий разговор с Шереметом о котором Игорь сегодня упомянул да может быть я где-то перестарался в высказывании но мне к Игру была одна претензия не по его работе не то что он обратился в правительство как он говорит то что он их там благодарил за то что он организовал они организовали и сами якобы решили другая история но Игорь сказал ну Игорь нельзя было вести эти переговоры за моей спиной и за спиной твоих коллег а конкретно советникам муниципального совета Бельская премария в этом заключалась моя претензия плюс я Игорю сказал что Игорь последние месяцы другое и при Игоре сказал что Игорь по моей информации ты договорился с демонами ну то есть с демократами Игорь говорит нет а я не договаривался туда-сюда но четко как его вставили в график отставок там пчела значит мунтиан Лариса Брагарь бах сегодня Шеремет бах завтра обыски или там кто-то из советников будет плакать с утра понимаете ну то есть таких совпадений просто просто не бывает поэтому уважаемые бельчане да я понимаю что сегодня вы стали вы стали из вас пытаться сделать некий залог потому что расправляясь со мной они как бы бьют по вам поэтому я и предложил референдум по моей отставке который если завтра проголосует по закону через 15 дней значит определяется дата определяется дата и как будет звучать вопрос значит в бюллетене значит и в конце февраля можно провести референдум я не затягиваю сроки прям по-быстрому понимаете поэтому если у вас у бельчан другое мнение я просто вы поймите я не держусь за место что всем было понятно я не придумываю как делают некоторые за свой счет не за свой счет и так далее я до сих пор держался за эту должность чтобы не вернулись эти Миша Саакашвили правильно одно слово как бы сказал про чиновников чтобы не вернулись эти барыги которых вы видели все эти годы которые пилили абсолютно все подряд и делали бизнес абсолютно на всем на всем что угодно понимаете без всякого без всякого стыда понимаете поэтому я держался но сегодня если позиция бельчан будет что я должен уйти если сегодня не знаю они могут завтра и в тюрьму посадить всех начальников управления директоров муниципальных предприятий для того чтобы город просто перестал жить чтобы город просто перестал убираться и так далее понимаете вот и вся вот и вся вот и вся ситуация почему Игорь до последнего морозил ситуацию я Шереметру сказал в середине декабря Игорь приглашай послов звони в правительство звони суну пи министру медиулы шамади партии я говорю Игорь бей тревогу потому что перед Новым годом они заблокируют выбор мусора в городе не да вот они не вывезут я с ними говорил Игорь бей тревогу потому что подстава будет перед праздником произошло все именно так как я говорил Филипп как спаситель отправил карабинеров хотя в Бельцах у нас их больше в разы чем те которых он отправил вместо того чтобы отправить и дать добро чтобы мы взяли в аренду официально не бесплатно не подачки чтобы мы взяли в Кишиневе например в аренду 400 контейнеров или на железной дороге где они с запасом лежат понимаете может проблема сегодня контейнеры контейнеры негде купить в этом количестве покупается насколько это возможно сегодня вот значит Филипп же не дал контейнеры и эти бандиты убирали контейнеры во дворах 31 декабря включительно люди бороли за эти контейнеры дорогие бельчане давайте либо мы объединяемся все против этой хонты если вам это не нужно я уйду у меня в отличие от тех которых руководил до меня есть огромная статья расходов которые как бы тяжело ни было я пытаюсь помогать и людям и спорт и социальные столовые и праздники и обучение многих специалистов аудиты и так далее вы хотите вернуть все эти рыла в примарию это ваше право поэтому завтра будет заседание муниципального совета если они его не сорвут подчеркиваю кому они советников проведут обыски кого они перехватят по дороге кого запугают там родителями лечением детей потому что они идут на все что угодно понимаете могу сказать одно что рано или поздно за это все придется отвечать я уверен что те которые сегодня выступают против меня через какое-то небольшое количество лет они уже выйдут вам расскажут как это все происходило то есть то что они боятся сегодня вам сказать поэтому жизнь покажет но сегодня уйти потому что шушукается маху понимаете то есть дорогие бельчане они не убирают мусор я видел людей которые боролись за контейнера но они просто молодцы а если один принесет пакетик мусора маху домой другой засунет ему в рот третий засунут маху в пакетик с мусором и так далее ребят они сегодня видят безнаказанность весь тот беспредел который они делают поэтому они так нагло и подло себя ведут поэтому решать вам бельчанам я еще раз хочу поблагодарить за стойкость всех наших муниципальных советников всю нашу команду которая не боится уже возбужденных уголовных дел которым угрожают и люди сегодня реально работают в бельцах за гроши и они держат оборону понимаете эти подонки как бы решить особо пока ничего не могут вот наступит завтрашний день и завтра будет все ясно все ясно вот тем которые хотят еще уволиться после шеремета и всех остальных то ребят если говорите уволиться то вы говорите правильно что да я увольняюсь и покажите заявление что прошу меня уволить там завтра а говорит что я увольняюсь и беру отпуск на месяц в таком же отпуске у нас пчела находится сейчас Сережа где люди были против бельца в том числе когда я его назначал его кстати я назначал думал милиционер придет наведет порядок а он подумал что это милиция и работал там так же поэтому к сожалению имеем то что имеем поэтому ребят значит спасибо за поддержку спасибо тем кто держит оборону я как и говорил раньше я буду бороться ровно столько пока это нужно гражданам молдовы в данном случае конкретно бельчанам своих каких-то пожеланий у меня нет искусственные какие-то они там готовили пока я не подал идею о том что я вышел с инициативы обратился к советникам что нужно провести референдум по мессе они готовили там сборы подписи 10 тысяч человек они собирали сегодня выходит ред норд завтра чет норд послезавтра там налоговики с полицейскими там и так далее требуем там отставку примары и так далее а тут бак хотите отставку давайте через референдум вот поэтому такая ситуация ребят буду двигаться буду делать все что я могу а если чего-то не смог или что-то сделал плохо как любой живой нормальный человек я готов буду попросить у вас прощения и если кому-то сделал плохое или что-то не усмотрел то уже за это извиняюсь поэтому ребят хорошего вам дня внимательно наблюдаем то что завтра будет в Бельцах и я думаю что завтра будет понятно намного больше и новые отставки и новые провокации которые нас ждут ближайшие спасибо пока и и и